Konnichiwa, дорогие друзья! С вами Дарья Мойнич, преподаватель японского языка. И в этом видео я хочу рассказать вам, с чего нужно начинать учить японский язык. Давайте посмотрим. Итак, наш первый шаг это вообще определиться с целью, для чего мы хотим выучить японский язык. Про цель мы поговорим подробнее чуть дальше. Второй шаг, вы должны найти время для занятий, причем эти занятия должны быть регулярными. Третий очень важный шаг, выучить азбуки, в японском языке две азбуки, про это мы тоже поговорим сегодня. Далее вы должны подобрать хороший учебник и найти преподавателя или наставника, который будет вести вас по пути изучения японского языка. С помощью преподавателя или наставника, конечно же, ваш путь будет намного более эффективным, чем если бы вы учили язык самостоятельно, как показывает практика. Далее вы набираете словарный запас и тренируете грамматику слова и иероглифы на практике, то есть с помощью различных упражнений. И желательно, конечно же, чтобы вас эти упражнения кто-то проверял, чтобы вы не делали ошибок и не запоминали неправильные варианты предложений. И после того, как вы грамматику уже закрепили с помощью различных упражнений, то вы должны приступать уже к разговорной практике. Как правило, практика показывает, что начать общаться на японском языке вы можете уже примерно после пяти месяцев регулярных занятий, к примеру, с преподавателем или в группе. Тогда вы уже можете смело поехать в Японию и, по крайней мере, не быть там немым или немой, то есть вы сможете уже общаться на простые темы и уже понимать в определенной степени носителей языка. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим первые три шага подробно, то есть определяемся с целью, находим время для занятий и как выучить азбуки. Так, давайте начнем с первого вопроса. Определите цель. Для чего я хочу выучить японский язык? Почему так важно определиться с целью? Потому что, во-первых, цель очень много на что влияет. Давайте посмотрим. Первое. Влияет на вашу мотивацию. К примеру, насколько легко вам будет сесть за учебники или делать упражнения. И чем сильнее будет ваша мотивация, тем, соответственно, легче вам будет приступить к обучению. Жизненная необходимость, к примеру, вам нужно поехать в Японию по работе, или может быть у вас супруг японец, или друг японец, или подруга. И, конечно же, ваша мотивация будет достаточно высокой, и это тоже повлияет на прогресс в вашем обучении. Также цель влияет на прогресс и эффективность обучения, как я уже говорила, и влияет на подбор учебных материалов. К примеру, если вы хотите, например, одна из ваших целей читать японские романы в оригинале или японские газеты, естественно, вы будете подбирать такие материалы, где будет много, большой упор делаться на иероглифы. Если вам нужно больше именно разговорная речь, а иероглифы вас интересуют не сильно, то, например, вам нужно больше уделять внимание различным аудиокурсам. Ну и так далее. Ну и логично, что цель влияет на результаты. Если вы ставили свою цель научиться понимать японские фильмы или аниме в оригинале смотреть, то если вы такую цель ставили и двигались в ее направлении, то и результатов, соответственно, вы добьетесь таких же. То есть первый ваш шаг, вы определяетесь, отвечаете себе на вопрос, для чего я хочу учить японский язык и что я хочу делать, зная японский язык. Например, я хочу поехать в Японию общаться с японцами или я хочу читать мангу или романы в оригинале. И желательно еще также поставить себе сроки, в какие сроки вы добьетесь этой цели. Так будет вам легче начать свой первый шаг в изучении японского языка. И цель должна быть конкретной, то есть выражена глаголом, то есть какое действие вы хотите делать с помощью японского языка. Имеет реалистичные сроки выполнения, не слишком маленькие, не слишком большие. Если слишком маленькие, то можно опустить руки, если слишком большие, можно, например, расслабиться. Ну, это свойство человеческой натуры, поэтому пусть они будут реалистичны. И, естественно, цель должна быть желанной и мотивировать вас на изучение японского языка. То есть, например, если у вас цель, ну, просто интересно учить японский язык или хочется похвастаться перед друзьями, то, конечно, эта цель недостаточно, мне кажется, мотивирует. И поскольку японский язык там есть определенные свои трудности и сложности, то, я думаю, при такой мотивации, конечно, очень велика вероятность, что при первых трудностях вы можете просто сдуться. Поэтому желательно, если у вас такая цель, там, похвастаться перед друзьями, придумать себе другую цель, более конкретную, которую можно измерить. И давайте поговорим теперь про время. Ответьте себе, пожалуйста, на вопрос, сколько времени в день вы готовы уделять на изучение японского языка. Вообще, на самом деле, при начальных этапах изучения любого иностранного языка, не только японского, желательно уделять как минимум один час ежедневно. Вот. И, например, если у вас, может быть, вы не можете час целиком выделить, то, к примеру, полчаса утром и полчаса вечером. Также, если у вас времени мало, вы можете поискать ваши резервы времени. Что это такое? То есть, наверняка, очень многие из вас добираетесь и пользуетесь общественным транспортом, чтобы поехать, например, на учебу или на работу. В таком случае, это и есть ваш резерв времени. Если вы, конечно, не за рулем, вы можете это время тоже эффективно использовать. Например, слушать аудиокурсы, повторять пройденный материал, слова, грамматику, просматривать иероглифы и так далее. Так что, если времени у вас мало, ответьте себе на вопрос, есть ли у меня резервы времени и как я могу их эффективно использовать. И третий шаг — это выучить хирогану и катакану. Это японские слоговые азбуки. Вообще, в японском языке существует три системы письменности, две слоговые азбуки, а также иероглифы. Иероглифы по-японски называются канди. И немножко я расскажу про эти азбуки вкратце. Давайте посмотрим, чем отличается одна азбука от другой. Во-первых, у них у всех, они состоят из одних и тех же наборов звуков, 46 знаков, но у них разная сфера применения. Хироганой записываются слова японского происхождения, окончания слов и частицы. И у хироганы мягкие плавные изгибы. У катаканы, наоборот, более жестко угловатые написания, и в основном ей записываются заимствованные слова, иностранные имена и географические названия мест. На самом деле, у катаканы еще более широкий спектр применения, но о них я рассказываю обычно на своих занятиях и тренингах. Давайте пойдем дальше. Сколько нужно времени на изучение хироганы и катаканы? Делала недавно опрос, который показал очень интересные результаты. У разных людей совершенно разные сроки на изучение хироганы и катаканы. Вообще хочу сказать, что изучение двух азбук, то есть каждый из азбук по 46 знаков, является первым самым важным шагом на пути изучения японского языка. То есть это первое такое испытание, причем, кстати, не самое сложное по сравнению с объемной иероглификой, которое покажет вам вообще, готовы ли вы морально учить японский язык, готовы ли вы прикладывать к этому определенные усилия. И, например, у некоторых людей это занимает ринья, что показывает не только о высокой концентрации, силе воли, сосредоточенности, желании учить японский язык, а у кого-то это занимает 6 месяцев. Это означает, что человек, в принципе, таким людям сложно себя организовать, они вроде бы и хотят учить японский язык, но делают это время от времени нерегулярно. То есть у некоторых людей это затягивается даже до 6 месяцев, что очень удивительно, потому что на самом деле это можно выучить достаточно быстро. И из-за чего вообще так долго у людей получается, у многих людей растягивается этот процесс? Ну, во-первых, часто бывает лень просто сесть за учебник. И, естественно, как я говорила, важно регулярность занятий. И если, конечно, вы учите хирогану и катакану в 6 месяцев, это означает, что вы занимаетесь там, может быть, раз в месяц или раз в неделю, по полчаса или по 10 минут. Соответственно, еще в чем сложность самостоятельного изучения хирогана и катаканы у людей, которым сложно себя организовать? Во-первых, мало просто прописать знаки, нужно еще и грамотно уметь их закрепить в памяти, потому что одно дело прописать один раз знаки, а другое дело вы должны просто научиться с легкостью читать на хирогане и катакане и также писать на обоих азбуках. А для этого, естественно, нужна практика, нужно отрабатывать знаки, делать упражнения, читать, писать и так далее. Кроме того, важно еще очень писать грамотно и красиво, соблюдать правильный порядок черт, что, к сожалению, не всегда все делают, потому что часто, кто занимается самостоятельным, просто некому указать на ошибки в написании. И если вы не хотите растягивать процесс изучения хирогана на несколько месяцев и хотите быстро и эффективно выучить и закрепить хирогану, то я хочу предложить вам мой курс «Как выучить хирогану за неделю». Курс состоит из 7 занятий и содержит более 10 часов видеоуроков. И в ходе этого курса вы не только выучите и закрепите хирогану, также вы научитесь читать и писать по-японски, выучите более 100 новых слов, и не только выучите, но активно их закрепите, научитесь составлять простые предложения на японском языке и выучите свои первые иероглифы. Обычно этот курс у меня стоит 2 990 рублей, но сегодня я хочу сделать для вас очень выгодное предложение и предлагаю вам приобрести его за 990 рублей. Воспользуйтесь этим предложением, нажмите кнопку «Заказать» под этим видео и получите этот видеокурс. Сделайте свой первый шаг в изучении японского языка.